Благодарим заместителю генерального комиссара Бапор госпожу Антонио Демео и гуманитарного координатора на оккупированной палестинской территории господина Муханна Дехади за обстоятельные брифинги и объективные оценки обстановки на земле. Гуманитарная ситуация в секторе газа продолжает оставаться катастрофической. За 300 дней от одного из самых густонаселенных районов мира практически ничего не осталось. Количество жертв среди мирного населения ошеломляет почти 40 тысяч убитых и более 90 тысяч раненых, две трети из которых – женщины и дети. На Анклав сброшено более 50 тысяч бомб, разрушены жилой фонд и гражданская инфраструктура, включая больницы и школы. У населения Анклава практически нет еды, воды и лекарств, не говоря уже о минимальных санитарных удобствах. Сточные воды затопляют улицы, повсюду мусор и неразорвавшиеся снаряды. Выжившие после бомбардировок и обстрелов вынуждены постоянно перемещаться по Анклаву в поисках укрытия и безопасности. Некоторые палестинцы, в том числе с детьми на руках, уже в десятый раз меняют место своего убежища и вновь попадают под израильские обстрелы, поскольку безопасных мест в секторе Газа не осталось. Очевидцы происходящего, сотрудники ООН и гуманитарные работники все в один голос это подтверждают. Многие из них признаются, что за всю жизнь не видели такого ужаса, тех лишений, с которыми столкнулся целый народ. И пока, к сожалению, нет никакой надежды на то, что эти страдания в обозримой перспективе прекратятся. Более того, один из американских журналистов, который провел в Газе целый месяц, заметил даже прицельно стреляющих детей снайперов. Вот до чего доводит риторика о том, что каждый палестинец с трехлетнего возраста уже террорист, который мы услышали от отдельных израильских министров на начальном этапе конфликта. Не добавляют оптимизма и последние сообщения из Хан Юниса о погибших, раненых и очередной эвакуации сотен тысяч мирных граждан. По-прежнему весьма значительны риски расширения конфронтации за пределы сектора, на соседней Ливан и Сирии. В противостоянии с Израилем вовлекаются и другие группировки, в частности, хуситы, нанесшие 19 июля чувствительный удар по Тель-Авибе. Вызывают тревогу и отсутствие должного уровня гуманитарного реагирования. Вряд ли можно было ожидать чего-то иного в отсутствии прекращения огня. В итоге все гуманитарные резолюции Совета, по сути, остаются на бумаге. Специальный механизм ООН по доставке помощи, созданный в рамках резолюции Совета 27-20, очевидно, не приносит сколько-нибудь значимых результатов. Попытки наладить коридор Кипроплавучий пирс провалились. Здесь сконструированные под речные условия пирс буквально смыло в море. КПП Рафах, через которые завозились значительные объемы грузов, закрыт. Дороги, по которым должны доставляться грузы, разрушены. Насколько мы можем судить, израильские власти продолжают препятствовать направлению помощи. Финансирования недостаточно. А запертые в анклаве люди при этом могут рассчитывать только на внешнюю помощь, поскольку производства в секторе газа больше нет. Сельского хозяйства тоже. Деконфликты, непресловутые нотификации в ходе активных боевых действий также, очевидно, не работают. Отсюда трагические цифры. 278 гуманитарных работников погибли. Из них 199 работали в БАПОР. 21 июля очередной гуманитарный конвой, следовавший в газу, подвергся обстрелу. И это только гуманитарщики. Жертвами регулярно становятся журналисты. Убито более 160 человек. И медработники. 500 человек. Самое время бить на БАД, причем регулярно. Поэтому нам сложно понять, почему наши некоторые западные коллеги ПСБ стыдливо обходят внимание происходящее в газе и предпочитают созывать заседания по другим, гораздо менее острым сюжетам. Чести им это однозначно не делает. Пробуксовывает все попытки добиться урегулирования за счет пренебрежения или недостаточного внимания к интересам одной из законодательствующих сторон. Так на бумаге остается пресловутый план Байдена, который, как мы и предпреждали, в ходе голосования по резолюции 2735, стал своего рода спойлером и позволяет Израилю и Соединенным Штатам сдерживать любые попытки членов СБ поставить вопрос о новых продуктах Совета с требованием немедленного и безусловного прекращения огня. Нас также крайне беспокоит продолжающаяся дезинформационная кампания в отношении БАПОР. Насколько мы понимаем, наиболее одиозные обвинения Израиля в отношении сотрудников агентства не нашли подтверждения, а выводы группы экспертов во главе с Каланна подтвердили соответствие БАПОР принципа нейтральности и ключевую роль агентства в деле оказания помощи палестинцев. Члены Совета Безопасности не должны подыгрывать усилия по дискредитации агентства. Призываем всех встать на его защиту. Альтернативы БАПОР не существует, и это понимание должно быть отправной точкой усилий Совета. Проект резолюции Кнесета о запрете деятельности БАПОР в Восточном Иерусалиме и признание агентства террористической организации нельзя трактовать иначе, чем пощечину всей Организации Объединенных Наций. Призываем израильские власти соблюдать нормы международного гуманитарного права и нести полную ответственность за находящееся под оккупацией население. Речь идет прежде всего об обязательствах по обеспечению продовольственного снабжения, медицинской помощи, общественного порядка и безопасности. Необходимо также прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, являющейся грубейшим нарушением международного права. Из-за подобных действий израильских властей, заметно интенсифицировавшихся в последнее время, близка к масштабному взрыву и обстановка на Сбри. При этом мы неоднократно подтверждали, что выступаем против насилия и терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирных жителей в любом месте и в любой стране. Это касается и нападения на мирных израильтян 7 октября 2023 года, который мы сразу же безоговорочно осудили. Оправдания таким действием быть не может, но и происходящее в Газе, иначе как коллективным наказанием и тотальным уничтожением гражданского населения, назвать сложно. Израиль, безусловно, имеет право на обеспечение безопасности. Однако путь к этой цели, вне всякого сомнения, лежит исключительно через всеобъемлющее ближневосточное урегулирование и в первую очередь через исправление исторической несправедливости в отношении Палестины и создание независимого палестинского государства в соответствии с решениями Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Любые другие сомнительные схемы по замерению Израиля со своими соседями без справедливого решения палестинской проблемы к этой цели не приведут и способны лишь спровоцировать вспышки насилия, подобные той, которую регион переживает сейчас. Уважаемые коллеги, нам всем сейчас необходимо объединить усилия в поддержке справедливого палестино-израильского урегулирования на утвержденной Советом безопасности международной правовой основе, достижение которого оздоровило бы, наконец, ситуацию в регионе. Не должно быть ни монополизации посреднических усилий, которые мы в последнее время наблюдали в действиях Соединенных Штатов, ни конкуренции между основными игроками. Каждый аспект важен, каждое усилие и инициатива имеет значение. В этом контексте мы приветствуем достигнутые на днях в китайской столице понимания между представителями ФАТХ и Хамас, увенчавшие целую череду подготовительных встреч, в том числе в Москве. Палестинское единство – важнейший залог того, что интересы палестинского народа не будут в очередной раз проигнорированы. Рассчитываем, что этот успех в позитивном ключе повлияет на ведущиеся переговоры об освобождении израильских заложников и палестинских заключенных, которые должны, наконец, привести к столь необходимому сейчас для жителей Газа прекращению огня.